Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня у меня наконец-то дошли руки снять видео про фавориты 2020 года в уходе. Все вы знаете то, что у бьюти-блогеров, кому я себя все-таки причисляю, полным-полно косметики. И поэтому видео о фаворитах настолько на самом деле ценные и интересные, потому что несмотря на многообразие косметики на полках, все равно можно выделить те средства, которые работают лучше всего и которым больше всего тянется рука. В общем, именно об этих средствах я вам сегодня расскажу. Мы поговорим и про уход за лицом, и про уход за телом, и также за волосами. Так что, если вам интересно, то обязательно продолжайте смотреть, а мы поехали! Итак, давайте совсем чуть-чуть поговорим о средствах для волос. Во-первых, мой самый главный фаворит 2020 года, и не только, это шампунь от бренда Garnier. Это вот такая вот европейская версия шампуня с кокосовым молоком и макадамией. Повторюсь на всякий случай, что это именно европейская версия. Ни в коем случае это не наша российская версия. Вот этот шампунь Botanic Therapy, тоже с кокосовым молоком и макадамией, это российская версия. И это совершенно не одно и то же. Это два разных шампуня. У них похожа упаковка, у них похож запах, немного похожа консистенция, но на этом схожесть заканчивается. К сожалению, это два разных по действию шампуня. Вот этот шампунь я люблю и обожаю за то, что он невероятно классный, дает эффект всего лишь за одно применение. Он очищает волосы, он делает их мягкими, он делает их послушными. И после использования этого шампуня вам не нужно использовать ни бальзам, ни кондиционер, ни маску для волос. Всего лишь мягкие, красивые, шелковистые волосы при использовании только шампуня. Согласитесь, это очень интересно и классно, потому что вы экономите целую кучу денег на своем последующем уходе. За это я и люблю этот шампунь. Российская версия, к сожалению, не может похвастаться всем тем же самым. Да, этот шампунь в принципе неплохо очищает волосы, он делает вполне обычную работу обычного шампуня и ничем не выделяется. По крайней мере на моих волосах. Я также знаю то, что есть девочки, кто брал этот шампунь, у кого другие волосы, у кого волосы более жесткие, у кого было больше окрашиваний. На тех девочках этот шампунь, к сожалению, не сработал вообще. Поэтому давайте договоримся так. Российскую версию я вам не советую, потому что это какая-то русская рулетка, повезет вам или не повезет. Но вот эта версия просто шедевральна и волшебна. Если вы вдруг находитесь в Голландии или в Германии, обязательно попробуйте этот шампунь. Если у вас есть знакомые в этих странах, то тоже обязательно попросите их прислать вам этот шампунь. Они, конечно, повертят вот так вот около виска и скажут, что совсем ку-ку, на кой черт тебе шампунь, у тебя в России шампуней мало. Но поверьте мне, с каким бы непониманием вы не столкнулись, но этот шампунь того стоит. А также для волос могу выделить несколько масок. Самая первая маска это вот такая вот маска от Гарнея в фрукте с бананом. Выделю то, что это версия с бананом. Я также пробовала версию с папайей и просто ничего не делала та маска. Я уже поставила крест на всей этой серии масок, но все же решила попробовать с бананом и не прогадала. Это классная маска. Она делает волосы послушными, мягкими, блестящими. И даже если вы использовали какой-то говеный шампунь, который высушил вам волосы до состояния сена, эта маска ваши волосы спасет. Она сделает их снова мягкими, блестящими и красивыми. И еще одна маска, про которую я прожужжала вам все уши, поэтому постараюсь быстро о ней проговорить. Это маска от Фидо Косметик. Лично для меня больше всего работает это масло в серии Горчичное. Многие спрашивают, как я использую эти масла. На самом деле я их использую как самую обычную маску. Наношу после шампуня, оставляю на 5 минут и смываю. В таком случае нету сечения кончиков. Волосы выглядят красивыми, блестящими, волосы мягкие, волосы нежные. Сегодня, к слову, я тоже использовала это масло. И, как видите, волосы в прекрасном состоянии. Я сегодня не делала прическу, поэтому я выгляжу как немного неухоженный пудель. Но, надеюсь, вы меня простите. Это масло действительно хорошее. Стоит оно всего 77 рублей. Поэтому очень и очень рекомендую, если вы на бюджете. Теперь давайте совсем быстренько пройдемся по средствам для тела. Здесь я могу выделить всего два фаворита. Во-первых, это вот такая вот щетка для тела от бренда EcoTools. Брала я эту щетку на iHerb. Брала ее не в 2020 году, но открыла для себя эту щетку, что она классная. Я именно в 2020 году. Сначала я использовала это средство, эту щетку в качестве сухого массажа. В таком исполнении она у меня совершенно не пошла. Я очень быстро забросила все это дело. Но, когда я ее перетащила в душ и стала использовать просто как мочалку вместе с гелем, в особенности на проблемных зонах, например, на филейной части, вот тогда-то я почувствовала эффект. Кожа стала более подтянутой. Я имею в виду, конечно же, в основном ляжки. Это самая проблемная зона, по крайней мере, на моем типе фигуры. Кожа стала более подтянутая, более гладкая, более упругая. Кровообращение разгоняется при использовании данной щетки. И кожа действительно немного потихонечку меняется в лучшую сторону. Конечно же, это не средство для избавления от целлюлита. От целлюлита вас не избавит, скорее всего, ничего. Но подобная щетка действительно помогает убрать лишние аргавевшие частички, помогает привести кожу больше в тонус. И в таком варианте мне эта щетка гораздо-гораздо больше нравится. Единственное, о чем хочу сказать, не используйте подобные щетки там, где у вас есть вены, где они проглядывают, или если у вас вообще есть проблемы с венами. И в качестве геля для душа мне больше всего в этом году нравился, конечно же, мой фаворит всех веков и народов. Это масло от Ифраше с ежевикой и лавандой. Но у меня сейчас его нет в наличии, поэтому не буду вам ничего подобного показывать. Но я для себя открыла вот такие гели от бренда Molten Brown. У меня, как видите, это миниатюрки, они всего по 100 мл, но они действительно очень классные. Эти гели невероятно дорогие, и самый лучший вариант приобретать что-то в этом роде, это, как я, приобрести просто наборчик. В наборчике вы приобретете вот 4 разных средства, на то и больше, если набор состоит из большего количества гелей, и вы сможете попробовать то, что вам нравится больше всего. Я такой набор брала на Культ Бьюти, он состоял из этих 4 гелей, и они просто прекрасны. Прекрасны они, во-первых, потому, что они не сушат кожу. Это один из немногих гелей, после которых, выходя из душа, я не ощущаю себя какой-то рыбой, у которой невероятно сушится вся кожа. После всех гелей у меня кожа сухая. Но после вот этого геля я подобные ощущения меньше всего замечаю на коже, то бишь, они действительно в этом плане работают. Во-вторых, данные гели еще и парфюмированные, и после того, как вы выйдете из душа, еще какое-то время вы будете пахнуть этим ароматом. Я на себе меньше ощущаю эти ароматы, потому что я, в принципе, не обладаю хорошим нюхом, скажем прямо. У меня мама очень любит тоже эти гели, и вот она на себе их ощущает по полдня потом. Они им лично больше всего нравятся вот такой вот с апельсином и бергамотом, но он не очень стойкий. Самые стойкие на коже потом это вот такой вот Pink Pepper, и сейчас покажу. И вот такой вот с черным перцем. Это самые стойкие эти ароматы Unisex. Они, ну скажем так, они немного пахнут даже по-мужски, поэтому если вы любительница цветочных и цитрусовых ароматов, то большая часть ароматов Molten Brown не для вас. Но если вы любите Unisex ароматы, то как раз таки вот это все ваше. Теперь давайте переходить к средствам для лица. Начнем, пожалуй, с самого первого этапа, то есть с очищения. В очищении, в гидрофильных маслах для меня самое лучшее масло на все века. Это All Clean Balm от Hamish. Кучу раз вам про него рассказывала, поэтому больше не буду. И в 20-м году для меня стало открытием это масло от бренда вкусвилл, гидрофильное. Я не сразу его признала, не сразу поняла, насколько оно мне нравится, но чем больше я его использовала, тем больше я понимала, что вообще-то классное масло. Оно стоит всего рублей 200-250, там небольшой объем, но при этом там хороший состав, и оно действительно хорошо очищает кожу, и что самое главное, после него нет прыщей. Это великолепно, просто великолепно. Хорошее очищающее масло, если вы живете в Москве, то вкусвилл есть буквально на каждом шагу, то бишь оно еще и доступное. Поэтому очень советую попробовать. У меня все с этим маслом хорошо, я его обожаю, но у него очень говеная упаковка. Вот это его главный минус. Но думаю, за его стоимость можно ему это простить. Также из умывания следующий этап обязательно после гидрофильного масла. Это умывание пенкой, молочком для умывания и всем прочим. У меня здесь есть два фаворита. Первый фаворитовый я вам уже показывала и не раз. Это пенка для умывания от бренда Everine I Love Vegan Food с содой и лимоном. Это классная пенка. Во-первых, она недорого стоит. У Everine в принципе все недорого стоит. Во-вторых, это версия Cruelty Free, что вообще безумно хорошо для бюджетного бренда. В-третьих, эта пенка не вызывает прыщи, что опять-таки просто волшебно для таких обладателей, как я, кожи склонной к высыпаниям. И в-четвертых, эта пенка действительно хорошо очищает кожу, она не сушит ее, она не вызывает раздражения, не вызывает покраснения, не вызывает прыщи. Просто великолепное средство. Вы просто посмотрите на нее. Видите, что с ней стало? Как видите, ее уже почти нет. У нее достаточно большой расход, но ее внешний вид говорит о том, что я ей действительно очень много и очень активно пользуюсь. Очень хорошая пенка. И второй мой фаворит 2020 года, это пенки от бренда Neogen. Сейчас у меня пенка со злаками, также у меня была пенка с клюквой. Я просто обожаю эти пенки. Здесь невероятно удобный вот такой вот дозатор. Он выдает много пены. Пена мягкая. Это средство не сушит кожу, бережно ее очищает, не вызывает раздражения, не вызывает опять-таки прыщи. Это максимально мягкая пенка. Если у вас кожа чувствительная, то советую рассмотреть эти пенки. Если к чувствительной коже все-таки вот такое вот средство от Эвелин подойдет меньше, на мой субъективный взгляд. Но вот такая вот пенка от Neogen для чувствительной кожи это то, что нужно, потому что она максимально бережно относится к коже. Среди тоников выделю три фаворита. Во-первых, это тоник от бренда Organic Zone для нормальной и сухой кожи с эхиноцеей. Это хороший тоник российского производства. Он стоит примерно 400 рублей. И этот тоник это та вариация тоника, которая используется для самого простого выравнивания pH баланса. Просто для успокаивания вашей кожи после умывания. Есть также кислотные тоники с разными видами кислот. Нет, вот этот вот тоник я использую именно тогда, когда я использовала, например, пилинг, когда я использовала глубокое умывание. В любых ситуациях, когда мне не нужно наносить кислотный или активный тоник, этот тоник помогает именно восстановиться вашей кожи. И именно этим для меня он и ценен, потому что после пилинга, после кислот я могу его нанести, и я знаю, что он поможет моей коже восстановиться. И это не будет too much, потому что если вы используете сначала пилинг, потом кислотный тоник, потом кислотную сыворотку, то кожа у вас обалдеет. Вот в этом моменте мне помогает этот тоник, потому что он максимально спокойный, он не конфликтует со следующим уходом и с предыдущим. Он просто помогает коже восстанавливаться и регенерировать. Второй тоник я вам тоже уже много раз показывала, это кислотный тоник от бренда Evelyn. И это просто великолепное произведение, просто гений в косметической мысли. Этот тоник невероятно дешево стоит для своего наполнения, для своей формулы. Это невероятно классный бюджетный кислотный тоник. Здесь 5% легиколевой кислоты, он действительно отшелушивает кожу, он действительно работает, он действительно содержит в себе кислоты. Это не какая-то водичка, которая якобы в себе что-то содержит. Вот здесь хорошая концентрация кислот, и этот тоник придает сияние. Этот тоник работает на мне, на моей проблемной коже. И, кстати, помогает бороться с воспалениями. И также этот тоник хорошо работает на сухой коже, на возрастной коже и придает сияние. Сияние вижу я на себе со своей нормальной кожей, склонной к высыпаниям. Сияние на себе видит моя мама с сухой возрастной кожей. В общем, я на этот тоник много кого подсадила. И всего после одного применения моя мама влюбилась в этот тоник и купила себе такой же. Если вы еще не пробовали кислотные тоники, то очень вам советую присмотреться к Эверин. И самый последний тоник, это даже не столько тоник, сколько мист тонер. Вот такой вот от бренда Pinkan Yul. Это максимально тоже спокойное средство. Я его использую тогда, когда мне хочется кожу освежить, когда мне хочется ее дополнительно немножечко напитать. Это средство с мягким, хорошим распылителем. Оно не бьет вас в лицо струей резкой. Это мягкий, хороший тонер. Он хорошо впитывается, быстро впитывается, хорошо увлажняет кожу. Просто максимально приятное средство. И в отличие от тонера от вкусов, который тоже в формате миста, там есть очень резкий запах розы, просто невероятно вонючий, из-за которого нельзя пользоваться тем мистом. Здесь у Pinkan Yul нет никакого ни запаха, ни вкуса. Это средство максимально нейтральное и не вызывает никаких неприятных реакций. Среди сывороток, к сожалению, не могу ничего особенного выделить. Здесь у меня крайне мало фаворитов, но все же несколько я покажу. Первый мой фаворит это ретиноловая сыворотка от бренда Murat. У меня это миниатюра, она мне попадалась, по-моему, в Культ Бьюти Будибэк. Это классная сыворотка, я ее использую только на ночь. Я боюсь ее использовать утром, без СПФ, без всего. Я сначала не совсем поняла эту сыворотку, но я наношу ее вечером. Она вроде бы ничего не делает, но на следующее утро вы видите эффект. Вы видите то, что кожа становится более напитанной, более однородной. Выравнивается цвет кожи, выравнивается текстура. Вообще не понимаю, как она это делает, но она действительно борется немного с текстурностью кожи. И у кожи появляется сияние. Просто невероятный и бомбический эффект для такой миниатюрной сыворотки. Это, конечно же, не полноразмерный формат, это миниатюра. Но когда она у меня закончится, скорее всего, я приобрету полноразмерную версию. И вторая сыворотка, которая мне нравилась в 2020 году, она, к сожалению, уже выбыла из моей коллекции. В предыдущем видео про пустые банки я ее показывала. Это сыворотка от Organic Zone с лифтинг эффектом. Это хорошая гиалуроновая сыворотка. Она увлажняет кожу, не конфликтует с другим уходом. Она не содержит в себе какой-то яркий компонент, например, как здесь, вот, ретинол, или как в тонике от Эбелин кислоту. Нет, та сыворотка это максимально обычная, простая сыворотка, которую можно использовать как раз-таки после кислотного тоника. Или если у вас крем с очень активными компонентами. Это простая базовая сыворотка, и за это я ее и любила. Теперь нам нужно с вами поговорить про крем. И это очень большая категория. Здесь у меня 4 фаворита. 2 дневных крема и 2 ночных. Дневной крем, скорее всего, не всем понравится. Тот, который выбрала я для себя в 2020 году. Это 2 версии, и обе направлены на сияние кожи. Первая это Хэмиш с болгарской розой. Этот крем вообще ни разу не для всех. Во-первых, у него есть достаточно яркий запах розы. Не все любят запах розы, поэтому не всем этот крем подойдет. Во-вторых, данный крем не выделяется супер увлажнением, супер питанием. Этот крем немного увлажняет, немного питает. Но его главная заслуга в том, что он придает коже очень красивое здоровое сияние. Если у вас жирная кожа, вы, скорее всего, вообще не зафанатеете от подобного рода средств. Но мне очень это нравится. Я полюбила в 2020 году сияние кожи. Я его захотела. И поэтому я использую эти крема. Для меня самое лучшее использование этих средств тогда, когда я не наношу макияж. Когда мне хочется, чтобы моя собственная кожа выглядела красивой, здоровой и сияющей. Именно тогда я использую либо вот этот вот крем от Hemish, либо же я использую второй вариант от Evelyn. Это Viva Organic крем с сывороткой для лица и тела. Здесь бешеный объем, как вы видите, потому что это средство одновременно и для лица, и для тела. Я обычно использую это средство для лица, потому что там мне больше всего нравится эффект. Это средство тоже не для всех. Здесь очень яркий запах кокоса. Я терпеть не могу запах кокоса в косметике. Это какая-то гадость на мой личный субъективный вкус. Но здесь я готова этот запах потерпеть, потому что, во-первых, здесь очень легкая консистенция. Этот крем, это действительно крем-сыворотка, он быстро впитывается, но при этом он быстро и хорошо работает. Он увлажняет кожу, он придает коже сияние. Здесь нет особенного питания, я не заметила здесь ничего особенного, но этот крем действительно помогает коже чуть больше регенерировать за счет состава алоэ вера. Также этот крем увлажняет и придает коже достаточно заметное сияние. И два ночных крема вам покажу. Первый это крем от бренда Ям. Я его нашла в бьюти-боксе от Land of Beauty. На тот сервис я не стала снимать видео. Точнее, нет, я сняла видео, я даже его смонтировала, но я его не выложила, а удалила. Удалила, потому что я так и не смогла прийти к конкретному заключению о данном сервисе и просто решила не выпускать тогда подобного рода видео. Если вам интересно видео о Land of Beauty, то напишите мне в комментариях. Так, быть может, я все-таки сделаю еще заказ и закажу. Средства, кстати, пришли очень даже неплохие. Вот одно из них это вот этот ночной крем от бренда Ям. Очень классный крем. Я, к сожалению, не знаю, где его купить в России, поэтому не буду вам долго о нем рассказывать. И второй мой фаворит в качестве ночного крема это вот такая вот ночная маска от бренда Misha и линейка это Super Aqua Cell Renew Snail. Мне эту линейку присылали на обзор, я ее не покупала сама, но при этом, как видите, я это средство очень люблю и оно попало в фавориты 2020 года. Попало оно сюда, потому что это ночная маска для меня работает как ночной крем. Я ее просто наношу на все лицо. Она питает кожу, она восстанавливает цвет, выравнивает цвет лица. И на утро у тебя кожа очень красивая, сияющая, напитанная. Не видно нигде разных следов акна, не видно никаких покраснений. Кожа просто очень красивая и хорошо выглядящая. Ну и последнее, о чем я вам предлагаю поговорить, это о масках. Среди масок, к сожалению, много фаворитов у меня не было, потому что я их не так-то много и пробовала. И к тому же мне, в принципе, из масок мало что подходит, и я мало таких масок реально вижу на себе эффект. Итак, два моих фаворита. Первая это маска Summer Friday, вот такая в розовом тюбике. Эта маска не для всех. Больше того, я скорее слышала больше негативных отзывов на эту маску, чем положительных. Но для меня эта маска стала все же фаворитом. Почему эта маска многим не нравится? Рассказываю. Эта маска сделана на основе масел. У нее внутри также есть большие скрабирующие частички. И, соответственно, части людей не нравятся большие скрабирующие частички, другой части не нравится то, что, так как маска на основе масел, то она очень плохо смывается и оставляет на коже небольшую пленочку. Поэтому она, в общем-то, и не нравится людям. Но лично у меня с этой маской все хорошо. Ее большие скрабирующие частички мне кожу не травмируют, у меня нет никакого дискомфорта от них. А от масел мне нравится тот эффект сияния, который данная маска оставляет. Да, я тоже небольшой фанат пленочки. Я порой ее пытаюсь все-таки потом стереть при помощи очищающей пенки. Но все же самый лучший эффект достигается, когда вы не пытаетесь ее потом смыть дополнительно пенкой. Мне нравится то, что после этой маски кожа очень напитанная и она сияет. Как видите, я в 2020 году повернулась просто на сияние кожи. Поэтому для меня это средство очень даже работает. Я не уверена, что я буду покупать вторую версию, потому что эта маска очень дорогая. Но саму вот эту маску, вот этот тюбик я точно до конца использую, потому что она мне нравится. И вторая маска, которую я любила, это вот такой вот чемоданчик от бренда VT Cosmetics. Цика Daily Shifting Mask. Это набор из 30 успокаивающих масочек. Здесь внутри у нас есть пинцет для того, чтобы цеплять эти масочки. И вот здесь внутри лежат 30 одноразовых вот таких вот листовых масок. Эти маски очень активно пропитаны эссенцией. Они действительно при нанесении увлажняют кожу, питают кожу, выравнивают цвет лица. Иными словами, они действительно работают. Мне больше всего понравилось то, что здесь такой формат выпуска. То, что у нас здесь 30 масок, и каждая из них не лежит в своем отдельном пластиковом пакетике, который вы потом просто выкинете. Привет, экология! Спасибо, что наконец-то у нас нету такого обилия просто расходного материала. Здесь 30 масок лежат в одном сундучке. И это очень классно. Мне понравилась форма выпуска, мне понравились самые маски, потому что они работают. В общем, мне понравилось все. И я чаще всего теперь использую не просто одноразовые покупные маски, а беру одну масочку вот отсюда. Ну что ж, я вроде бы все показала, что хотела вам показать. Если вам вдруг показалось то, что я сегодня какая-то странная, то вам не показалось. Все дело в том, что у меня сегодня стоят все те же самые мои софтбоксы, но почему-то у меня сегодня глаза на них очень острые реагируют. Они меня немного слепят. У меня сегодня почему-то небольшое есть головокружение от этих софтбоксов. Поэтому если вам кажется, что я в видео была странной, то вам не кажется. Просто у меня сегодня что-то странное с головой. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно было для вас полезным и интересным. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok